Встреча с Белоруссией Авиация, бронетехника, артиллерия, новейшие образцы, две армии, два главнокомандующих и одна задача – защита своих границ и ликвидация общего противника. Региональная группировка войск создавалась на случай военной агрессии, направленной на Белоруссию или Россию с западной стороны. И хотя наша страна состоит в нескольких интеграционных объединениях постсоветского пространства, по убеждению президента, в военно-политическом отношении альтернативы союзной группировки пока нет. Таких крупных три интеграционных объединения у нас действуют, во-первых, в рамках Содружества независимых государств СНГ, во-вторых, это Евразийский экономический союз, и в-третьих, это проект союзного государства, это наш с россиянами проект. Я имею здесь, ну, близко к этому и ОДКБ, как военно-политическая организация. Что касается СНГ, к сожалению, это объединение превратилось в некую политическую площадку для обсуждения тех или иных вопросов, для информирования друг друга, двусторонних встреч, переговоров и так далее и тому подобное. Что касается Евразийского экономического союза, это чисто экономическое образование, этим мы и подчеркивали, название само говорит о том, это экономическое образование, в котором мы играем одну из существенных ролей. И нас может не удовлетворять пока глубина сотрудничества в этом союзе, но будем работать в этом направлении, чтобы толк от этого был больше. Что касается Союза Беларуси и России, это наиболее продвинутое интеграционное образование двух государств. Это образование военно-политическое, экономическое, здесь и человеческое измерение, если можно так сказать. Если бы Россия была более активной здесь, то это образование могло бы быть вообще локомотивом на постсоветском пространстве. Что касается нашего сегодняшнего вопроса, речь идет о военно-политической составляющей. Нынешний год завершает предыдущий план строительства и применения региональной белорусско-российской группировки войск. Ярким итогом стало учение «Щит Союза-2015». Союзники использовали системы реактивного залпового огня, авиацию, танки, беспилотные летательные аппараты, боевых роботов и системы радиоэлектронной борьбы. Новейшее вооружение, как и стратегия, должны соответствовать быстро меняющейся обстановке. Поэтому на ближайшие пять лет разработан новый план применения региональной группировки. Утверждению он подлежит на заседании Высшего государственного совета Союза Беларуси и России. Там, где председателем является президент Беларуси. Поэтому это будет один из центральных вопросов, которые мы будем обсуждать. Плановый вопрос. Но тем не менее, я хочу, чтобы Вы мне доложили наши интересы, наши подходы в этом плане. Организации, строительства и применения региональной группировки войск. Основой которой является белорусская армия. Я хотел бы, чтобы Вы мне доложили, Вы прорабатывали с Министерством обороны России этот вопрос. Чтобы Вы мне доложили, Россия, какие видит изменения к предыдущему плану. Какие она предлагает нам в случае конфликта или военных действий против Беларуси войска. Раньше это были войска, равнозначные белорусской армии. Это очень большие войска со стороны Российской Федерации. Почти. Если это будет мощнее, то какая тогда будет группировка, что они предлагают. Вот примерно тот вопрос, который мы сегодня должны обсудить в контексте вообще взаимоотношений на постсоветском пространстве и развития ситуации в сопредельных государствах. Я не хочу ее характеризовать. Всем известно, что на Украине творится. Я не хочу тут сказать, что Украина, тут для нас угроза. Нет, просто там ситуация сложилась так, что нам приходится это учитывать. И тот поток нелегалов и оружия и прочего, прочей заразы, которая может и происходит с этой страной. Мы с этим не можем не считаться. Что происходит на западных рубежах нашей Беларуси. Мы тоже знаем, там идет усиление группировки Североатлантического альянса НАТО. Эти штабы, усиление военно-воздушной составляющей, да и наземной. Мы тоже это знаем. Мы знаем о расширении системы ПРО Соединенных Штатов Америки на Западе. Мы знаем также о неких замыслах по ядерному оружию. Я хотел бы услышать информацию. И всему этому нам, все это нам придется учитывать. Интересы Беларуси в новом плане учтены. Главная команда еще его одобрил. При разработке этого плана проведена серьезная титаническая работа генеральными штабами, в первую очередь. В максимальной степени учли все те изменения обстановки, которые произошли за пять лет. По нашей инициативе эта группировка, часть Вооруженных сил Российской Федерации, она значительно увеличена по своему количественному, качественному составу. И позволяет в большем объеме выполнять задачи обороны союзного государства. На союзников надейся, но сам не плашай. Армия Беларуси, по оценкам западных экспертов, одна из самых боеспособных на континенте. Конечно, в одиночку белорусские военные не смогут полностью разгромить армии так называемых сверхдержав или военных блоков. Но любому потенциальному захватчику гарантированы колоссальные потери. Что, собственно, и является тем самым фактом сдерживания. Беларусь — мирная страна. Она не претендует на сопредельные территории, но защищать свою землю готовится активно и настойчиво. О внимании к обороне можно судить по последним рабочим поездкам президента. Например, 120-я механизированная бригада Воручи — одна из надежных опор в защите страны. Три механизированных батальона в считанные часы могут быть переброшены в любую точку Беларуси. По тому же принципу учатся воевать силы немедленного реагирования. Мобильные, хорошо укомплектованные бригады готовы фактически молниеносно реагировать на вторжение. Это сверхуспешное испытание собственной реактивной системы залпового огня, полностью изготовленной руками белорусских специалистов. Полонез с помощью восьми ракет наносит сокрушительный удар на расстояние более 200 километров. И это далеко не предел. Оружейники обещают ракеты большей мощности и дальности. Беларусь теперь производит самостоятельно многие новинки. Это одна из стратегических целей военной доктрины, о которой президент говорил на ежегодном оперативном сборе командного состава армии. Собственный ракетный комплекс и современное военно-промышленное предприятие — не угроза соседям, а гарантия безопасности собственного народа. Эти основы заложены в проект новой военной доктрины Беларуси. Важный документ рассмотрят и примут до конца года. Но основные задачи, поставленные президентом, уже выполняются. Вовремя принятые меры безопасности — залог благополучного будущего страны. Дмитрий Семченко, Дмитрий Лац. Наши новости ОНТ.